Я вас приветствую, всех ребята, снова на второй карте между командами Aspect Int и Hellpush. И теперь у нас ребята поменялись сторонами, это значит, что Aspect Int у нас играет за сторону Dire, а Hellpush за сторону Raiden. Давайте смотреть, Aspect Int забанили Акса, Джиггернаута, Снайпера, Дума и взяли Тролля, Венжи Фулл Спирит и Фесслос Войда. Вот это норм, да? Тролль и Фесслос Войд в одном пике, это будет, конечно, сильно, я думаю, потому что Войд в куполе под ультимейтом Тролля так нарезать будет. Просто прячьтесь все, ну реально так и будет, наверное. Ну если у них получится все реализовать, конечно. Но ладно, давайте смотреть, Hellpush забанили Сларка, Медузу, Деспрофит и Вайпера и взяли Бристлбека, Трэнд Протектора, Эншент, Эпперишина и Шэдоу Финда. Угу. Ну то есть замысел так более-менее понятен. Aspect Int взяли Вингу, которая была у Hellpush? Нет, стоп, она и была у Aspect Int, да. Осталась та же самая Винга, но а Hellpush взяли Бристлбека себе на этот раз. Видим, забанили они Деспрофитку, не хотят уже играть против Деспрофит, той, которая была в прошлой игре. Ну а Aspect Int банят Дума, потому что Дум здесь будет очень неприятным героем, для того же Троля, для того же Фессенс Вайда. Ладно, идет четвертый пик, команда Aspect Int, и берут они Огер Мага. Лол, так это, блин, это вообще жестко будет, если будет Огер Маг накидывать свой третий вот этот вот плодласт, на там, на Вайда или же даже на Троля, то они так будут нарезать? Блин, там еще и Стан, и Айнет. Да. Ну посмотрим, как реализуют. Напоминаю, что Aspect Int после первой карты ведет 1-0, это Best of 3. Поэтому сейчас смогут ребята из Hellpush перевернуть эту игру или нет, мы узнаем. Забанили Бэтрайдера, сейчас Hellpush. А как же будет расстановка? Тролль в middle, а Войт фармить? Ну не раз мы видели даже в Na'Vi, в тех же там год-два назад, когда Хвост ходил за Вайда в харду, стоял там. Так что посмотрим, как будет. Забанили Тайтхантера Aspect Int. Ну и что? Я думаю, сейчас Hellpush нужно брать керри, да? Shadowfint в middle должен идти. Bristolback в hard lane. Ну, trend protect, trend operation, и брать им какого-то еще керри хорошего, которому они будут саппортить. Кого же сейчас возьмут? В прошлой игре зашел Шторм вместе с профиткой просто на ура. Я не думал, что так будет сильно, но получилось реально очень мощно. Потому что там Сайленс от профитки влетает, там просто по всем нарезает Шторм, и еще и дух летает. Так, Слардара берут. Угу, Hellpush берут последним пиком Слардара. Ну что? Минус армор, стан, баши. Нормально. Ну посмотрим. Главное, ну реально, вот эта стадия пика бана, да, здесь можно сразу сказать, типа, у которой команды будет сначала преимущество. Ну блин, просто можно пикнуть так шикарно, но отыграть этот пик ужасно. И просто загадывать заранее, это очень глупо. Сейчас просто подождем, кого возьмут аспектин последним. Беру Тимберсова. Оооо, Тимберсов. Это может быть больно для того же аппарата ESF. Может быть очень больно. Ну что ж, ладно, ладно. Давайте смотрим тогда. Серго Мощина играет у нас на Ancient Epoch. Повелитель Сурков на Слардаре. StrongSkill играет на Shadowfin D. Cherry на Бристалбеке. И GetRight на Trend Protector. Это команда Hellpush. Желаем удачи этим ребятам. Угу. И немножечко неправильно поставил. Ладно. Первую карту выиграли Аспектинт, ребята. Аспектинт выиграли первую карту. Я извиняюсь, немножечко набранил. Ребята поменяли стороны. Ладно, смотрим быстренько. Arq играет у нас на Тролле. Berserk of Horn играет на Timber Soul. Огрмаг играет на... Ой, точнее, Спиди играет на Огрмаге. Sega ESX на FSLS вайде. И старый Гарри играет на Винге. Ладно. Сейчас, я думаю, если ребята смотрят... А, нет, смотрят. Блин. Нужно написать... Вот так вот. Все. Нормально. Смотрим, что у нас здесь. Немножечко сошлись. Лордар вместе с Timber Soul на руне. Такое бывает. Так. Поставили Овс сейчас. Timber. Ну и смотрим. На топе у нас собирает руну. Тролль, а на ботами Слардар. Окей, окей. Ну и что, сходится. Сейчас Слардар идет на ботом. SF. Ну, понятно, здесь вся расстановка плением, понятно. SF Middle. И на топ идет Бристлбэк в Харду. Так. Ну, тогда смотрим. Fastless Void пошел у нас в керри. Здесь Timber Soul в Хардлейн. Ну и будет стоять на метле тролль. Окей, окей. Значит. Давайте смотреть, как будет у нас противостояние между троллем и SF. Должно быть довольно-таки интересно. Сейчас Timber Soul главное не сильно подставляться. Потому что фидонить вот этого Слардара, это будет очень плохо. Ну и то же самое можно сказать про Бристлбэка. Потому что с Вайдом тоже связываться лучше не стоит. Тем более, если Вайд там накроет храносферочкой своей под ультимейт тролля. Это будет так больно, так больно. Так, пошли стаки уже. Стагает Вингай, сейчас будет отводить. Бегает Timber Soul и пилой подпиливает понемножечку опрещена. Окей, окей. Что ж, ладно, смотрим. Четыре крипа добитого у Вайда и четыре крипа у Слардара. В принципе, идут керри ровно. Даже на одного крипчика больше у Вайда. Ну и в метле тоже все идет ровно. Ну, по сути, сейчас главное, кто как где подставится. Кто совершит первую ошибку, того будет намного труднее играть. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это уже больно к Timber Soul, но хорошо, что он вкачал себе Timber Chain, но он улетает к дереву. Сейчас могло бы быть реально очень трудно и очень больно. Там хороший пошел Cold Feet. Нормально Chilling Touch залетел. Trend Protector с Chilling Touch. Когда он сколько там на первом левеле? Плюс 50. Когда он наносит просто 130, 130, 140, 40, ну и считай армор. Хотя армора у Timber Soul было ноль пока что. Ну ладно. В итоге никто пока что не поставляется. SF-чик забрал руну и идет ему уже боттл. А у тролля? Что у тролля? У тролля есть сапог Freeze Band. Будет ли он... Ой-ой-ой-ой-ой. Топоры сейчас нужно юзать. Топоры и минус SF. Как же этот SF только что подставился? Попал только одним кайлом. И в итоге 1-0 в пользу команды Aspect Int. По героям пока что, по фрагам на карте. Взял First Blood в медиатролль на SF. И конечно, как я и говорил, кто допустит первую ошибку? У SF нету денежек на телепорт, саппорты. Ну, саппорты могут купить сейчас, конечно. Да, плохо сейчас, конечно, подставился SF. Но, естественно, нужно загуливать сейчас троллю, потому что... Ну, стоп. На ботами стоит руна. Регена. Иди ее забери, Варджа стоит у вас. Ну, решает он подфармить. Конечно, сейчас через 30 секунд руна поменяется. Что-то у нас на ботами такое. Тимберсоу немножко быкует. Станчик пошел. Хорошо. Пошел Cold Fit. Chillentouch. Ну, и должен... Да, минус Тимберсоу. Слардар убивает Тимбера. Очень хороший стан дал Слардар и не улетел. Просто не улетел Тимберсоу. Довольно хорошо. На ботами есть регенчик. Сейчас что? SF будет себя стакать? Ого. Плохо, плохо. Големы. Сейчас если стакнет, там опять голема нет. Ну, повезло. Есть файзы у тролля. ПТ-шки покупает себе Фасселс Войт. Нормально. Сейчас идут первая покупка сапогов. Здесь Слардар тоже может себе уже сапоги покупать. Какие просто захочет. Кроме Трэвелов, конечно. Ну, такое. Но решает он добить сейчас. Не добивает. Что летит к SF? К SF летит сапог. У SF есть Фрэйсбэнт. Есть ботулы и сапог. Но сейчас его могут принять. Выходят под смоками сейчас саппорты команды Aspect Int. Должны обходить или как? Ну, вар стоит. Поэтому видят, можно сказать, вот. Под тавер все. А SF отошел сейчас стакнет себе. И могут его сейчас убить. Могут убить спокойно просто. Если сейчас выйдут. Есть здесь один стан. Есть второй стан. И выходит сейчас SF. Нужно ему осторожнее играть. Не заходить далеко просто. Что нам на то? Просто ребята стоят подфармливать крипочков. Ой-ой-ой. Башик только что прошел какой. Но в спину. Все удары в спину идут просто. Все входит на ботом контроле труну. Там мы видим. Дабл дэмэдж. Он его сейчас забирает. Что, опять будут принимать? Опять принимать будут Тимберсона. Нужно было станчик давать, пока он не улетел. Ну, там вроде бы нужно стан давать, когда он уже зацепился. Опять даешь стан и сбивается просто. И он не улетает никуда. Так, ладно. Шестая минута. 1-1. У нас счет карты сейчас. Напоминаю, что 1-0 у нас весь полный счет игры. В пользу команды Аспект Инт. А не Хелл Пуш. Просто ошибка. Это сменный команд, ребят. Так, что есть у Винги? Ну, Винга фартит просто. Фулл саппорта пошла. Здесь Огр. Все покупают там. Стики, Грейдит. Всякое такое. Так, что в Водсе сразу же Яшу будет собирать после ПТ. Не будет никакого там стандартного Баттл Фьюри. И ничего остального. Момщика и так далее. Ну, а Трольси уже купил Морбит Маску. Приходит сейчас Тренд Протектор. Сейчас, если подцепят этого Троля. У Троля 7-й левел. У Троля есть Ультимейт. Троль может сам спокойно сейчас разобрать кого-то. Ну, нет. Уже далеко. Аж за Тавр отошли. Ну, нормально. Сейчас еще Морбит Маска прилетит. Да, прилетает Морбит Маска Тролю. И реально сейчас должны увидеть его. Ой, сейчас видит. Ой, видит сейчас. Ой-ой-ой-ой. Прошелся просто по Сентрям. Только что Тренд Протектор. И... Так. Уходить нужно. Нужно выходить Тролю. О, хорошо. Тролль уходит. Сразу же выходит Вингам Миддл. Что? 2-1. Тролль сделал 2 килла. Пока что. 40. Есть у него крипочковый бит. А 22 затянаемых. Лол. Сколько же он не дал СФу фарма. Просто. Ну, мы видим. 2 левела перефарм. Но это, конечно, с учетом того, что там СФ First Blood отдал. Он пока еще пришел на Миддл. И так далее. Но все равно. Все равно очень трудно. Аквила. Аквила у Тролля. Принес он себе только что-то на Гуци. Будет он кушать деревья теперь. У Бристлбека есть Ring of Hells. Ну что? Осталось ему совсем немного. 300 золота. И появится у него уже Вангвардик. Ну, а такой ранний Вангвард против героев, которые нарезают с руки, это довольно хорошо. Когда еще у них нету сильного дамага. Пойду. Остается 450 золота. Для Яши. Ну, окей. Стоит Тимберсоу. К нему на помощь пришла Винга. Сейчас можно немножечко даже побаковать. У Тимберсоу есть шестой. Ой, пошел Ливен Армор. Но он должен ходить. Ой, Клод Фит пошел. И улетает. Отлично. Ой, можно было бы еще сейчас нарезать Слардара. Но улетает здесь Тимбер. Тимбер улетел. Там у Слардара было реально очень мало ХП. Ну, можно сказать, прям как сейчас. Там 200 ХП у него было. Да. Ну что, мы видим, что первый по Крепстату у нас на карте. Войт с 55 Крепчиков. А у Хелл Пуш 31 Крепчик. У Слардара только. Но у него есть уже Блинг Тайгер на 8 минуте. Блин. Вроде бы он не сильно вофармил, но есть уже Блинг. Ну, конечно, с учетом того, наверное, что у него одно убийство есть. Что летит к Тролю? Тролль нашел СФа. СФ сейчас может, конечно... Ой, башек проходит. Ой, башек проходит. Еще немножечко, еще немножечко задалека накидывать. Накидывать в Крепах застрял! Блин, в Крепах застрял. Сейчас еще Курьер. Курьер улетает. Хорошо. Блин, теперь нужно Тролю отсюда уходить. Стянулись все просто на мид. Ну, там, например, Бристлбэк, который на топе был, он стянулся на мид. И аппарат. И четверо сейчас искала Диаспектинт на ботами. И сейчас можно баковать, забирать Слардара, забирать Трента. Стоит Вард, но этот... Этот Вард видит или нет? Да, этот Вард только что видел, что Тролль здесь стоял. Поэтому нужно быть осторожнее. Подходит аппарат вместе с Бристлбэком. И что, сейчас будет файт 4 на 4? Первый массовый файт? Или как? Нет, все вроде бы расходятся. Висит, мы видим, апплифайд дэмэдж на тролле. Еще один апплифайд дэмэдж. Окей, ну, на миду улетел Тролль. Так что сейчас 3 в 4. Если что, драка. Так, подстанет сейчас Тимбера. Ну, Тимбер здесь должен отъезжать. Да, Тимбер отъезжает, аппарат забирается и килл. У Инги 3 левел. Поэтому никакого свапа, ничего нет. Она просто пошла в фулл спорта, бегала в арты, расставляла. Пока там Огр хотя бы какую-то икспу получал. У него 5 левел есть. Что? КСФ и летит рецепт на МО. Масков Мэднес. У Шедоу Финда. Ну, нормально так, конечно. Что-то я такого вообще не припоминаю. Нигде не видел. По правде говоря, Масков Мэднес на СФ. Всегда видел там Доминаторы на него покупали, чтобы потом выйти в какой-то Сатаник. Но Момчик? Ну, окей. Ребятам виднее, наверное, что по ситуации сейчас покупать. Окей, Брисселс я не купил. Вангвард, он себе купил сапог. Просто у него там реген, хп нормальный есть. Ну и что, ультимейт пошел. А, здесь, короче, принимают. И нужно добить. Добивает и сам умирает от крипов. Боит от крипов умирает, но успел убить Слардара. В итоге он экспу получил, а Слардар экспу не получил. Главная разница. Вот в чем. Так, ну что, теперь у нас такая вот три плана, три плюс стоит. Два хардлайнера с двумя саппортами. Ну, боятся, чтобы тролль уже не заходил на Рошана. Ну, у тролля здесь другая забава. У тролля есть уже Яша, у тролля есть Морбит Маска. И он в тупую просто сейчас зафармливает себе стаки. Очень много стаков. И что потом будет себя сразу покупать? Ну, 600 золота почти. Нормально. Так, на ботами. 4 на 3 сейчас стянулись. Так, Тимберсов опять переняли. Тимберу нужно улетать. Тимберу нужно уходить. Ну, нет, не уходит он. Не уходит парень. Ну и что, опять саппорты просто отбегают, а Тимберсливается. 4-3. 4-3 счет карты в пользу команды Хеллпуш. Тролль вместе с Вайдом только что был на топе, но Тролль сразу же ушел. ПТ себя покупает. Сейчас СФ. У СФ есть Морг, ПТ и Брэйсбэнт. Ну, Войт не торопится ничего такого другого покупать. У него есть Морбит Маска и Сияша. В Куре ничего нету. Ну, 80 золота у него есть. Смотрим на Нетворсики. 6-400 у Тролля, 5-300 у Войда и 5-100 у СФа. Такое, с того мы видим, что идет один герой, который ну, из Хеллпуш очень близко. Угу. Тимберсов убил Тронта. Окей. Понятно. Через станчик видим, через его чек-рамчик. Окей, на топе. Встреча. Ну, есть, 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 есть. Купол, купол, купол. Будет стать. И нужно уходить теперь. Потому что если в спину бить, Винга, конечно, немножечко подставилась. Винга дает станчик. Сейчас еще здесь окер-маг. Окер-маг будет станом откидываться? Ой, сам подставился. Сам подставился под стан. И сейчас еще и окер-маг умрет. Хотел засейвить Вингу, но немножечко не получилось. И стилит аппарат фраг. Кик аппарата за стилинг. Почему он стилит? Слардара фраги. Ну, что ни говори, но сейчас 6-4. 6-4 у нас счет карты. Ну, и после того, как, не знаю, вайда там приняли, конечно, он улетел. Но СФ вырвался на второе место по нетворсику. Есть у него 1300 золота. Так, что тролляет? Тролль себе собирает Сенч. Скоро она у него будет. Сейчас заберет хосту. Ну, и убегает. Баны нету. Все фармеры сейчас просто забились в фарм. Только один Бристалбек здесь бегает. Непонятно что. Ну, тоже подфармливает нейтральных крипов. Такое, чтобы не мешать Ствардару фармить. Чтобы не воровать экспу. Просто бегает подфармливает. Ну, и сейчас могут встретиться с Вайдом. Да, сейчас увидели друг друга. Вайда 40 секунд. Ой, хорошо прыгнул. Очень хорошо. Там еще 40 секунд в короносфере было, поэтому не стал даже и думать. Просто улетел. У Тролля появляется Сенч и Яша на 15-й минуте. Саша Яша, Морбит, Маска, Аквила и Фейзы. 15-й минута. Тролль. Добрый день. С вами играет Аспект Инт. С Лартара, конечно, ПТ появились. Видимо, урона с руки, конечно, 82. Очень, очень, очень трудно сейчас. Ему бить крипов и так далее. Стягивается сейчас на топ, ребята, из команды Аспект Инт. Есть здесь Вингай, есть Войт, Тролль. Еще прилетает сюда сейчас Тимберсоу. И что сейчас будет? Войт себе купил уже Момщик. Заградил у него. Ну окей, что, пошел врыв. Врыв по Слардару. Будет ли ставиться купол? Купол ставится. Окей, ну и так разберет. Нужно сейчас отходить, потому что ультимейт Аппарата по двоим попадает. Ну и что сейчас? 25 секунд не будет. Еще с Слардаром. Можно даже зайти на вышку попробовать. Бедная Винга. Ну что, сейчас Глиф, наверное, пройдет и пойдет. Ультимейт Тролля. Или нет? Не, все вернулись. Здесь стоит бедный Войт, который, ну, немножечко не так, если честно, стал. Так, пошел ультимейт Тролля. Минус Винга, минус Тренд. И еще и двоих сберывают. Ультимейтом просто СФ накрыл двоих. Убили Тимберсоу, убили Вингу Тролля. Окей. 3 в 1. Смотрим график. Ну, график. Fight Recap. Ну, увидим. По XP, конечно, B300 сейчас. Попередили и 1338 зарабатывают за этот замес. Угу. Еще сейчас и Тавр заберут. 1430 золота у СФ. Интересно, что он будет себе покупать. Так, давайте посмотрим на графики. Видим, 2000 было по золоту преимущество у Aspect Int, но возвращает в ноль. Просто в нули только что. Халпуш, ну и по XP, они даже немножечко впереди. Арканы у Тролля. Ну что, сейчас нужно выфармливать. Нужно выфармливать Троллю. Нужно... Ну, видим. Есть уже поинт-бустер и Тимберсоу. Наверное, все-таки это будет 2 чекрама. Сегодня мы увидим. Если увидим. Инга бегает себе. Левел получает. Есть у него уже 6-й Тролль фармит. Рашанщика мы видим раннего не будет. Врывается на первое место СФ по Нетворсоу. Где здесь был замесик? Ой, хороший купол ставится и минус СФ. И сразу же СФ вырывается на второе место с первого по Нетворсоу. Только хотел похвалить этого СФ. И СФ слили. Кстати, мы видим, что закуп у, например, у Вайда и СФа много чем напоминает одинаковый. Потому что в обеих есть ПТ, есть Яши, есть Москов Мэднесы. Ну, такое. И пошел на Рашанщика. Первый Рашан для Тролля. Если сейчас не пропалит никто, стоит аппарат. Аппарат еще 12 секунд к ультимейту. Что, будет ли заходить Трент? Нет, Трент не будет заходить. Пришел еще кто? Пришел еще Войт. Ну, сейчас разбирает Рашан, и Рашан падает очень быстро. Еще и эти Баши от Войда когда проходят. Рашан стоит пару секунд на месте. Ой-ой-ой, нужно забирать. Хорошо, Тролль забрал. И сейчас нарезать, просто нарезать Бристалбека. Ну, Бристалбек. Ой, корни, какие хорошие корни. Стан будет? Пошел Стан, улетает немножечко Тимберсов. Ну, и Тимберсов добивает Чакрамщика. Окей, что дальше? Бристалбека нету. Ультимейтов нету. Ну, например, Утроля. Конечно, Утроля сейчас он кулдаунится. Ну, и аппарата тоже кулдаун сейчас пройдет. Такое. Нету, конечно, корней Трента. Воид купился уже рецепт на манту. Купился ультимейт Орб. Нужно сейчас только перенести. Ну, зачем не стой на месте? Куда-то засмотрелся просто. Парень куда-то засмотрелся. Ну, уходит. Пришел поцеливать у Тимберсов. Чакрамщик закинул, заметил. И это позволило Войду уйти. Но летит ультимейт. Ультимейт летит. В крипах не застопился. Отлично. Так. Уже кулдаун прошел у хроносфера. Поэтому можно будет даже на кого-то еще ворваться. Ставится Синтричник. Я не знаю, видит он или нет. Этот опс. Мне очень интересно, правда. Нет, не видит. Монта Увайда. Ультат он обратно на ботом. Сейчас подформирует. Ну, блин. Я не знаю. Много ты видел. Разные там, типа. Не знаю. Мьонеры. Ну, Мелл Штромы. Первым там. Айтемом. Различные Баттл Фьюрина Увайда. Ну, манты, конечно. Давненько не видел. Может, это даже корни вроде бы. Можно сбрасывать через манту. Ну и смотрим. На втором месте сейчас. Войд по Нетворцу. На первом тролле. А скатился. Скатился парень на третье место. Кстати, это наш сейвчик. У Бристлбека есть Блэйд Мэйл. Теперь главное не завтокать. Нажать. Буквайся, ультимейт Орб Шадо Финт. Ой, хорошо. Башек, башек, башек. О, станчиком откидывается сейчас Слардар. Ну и Слардар уходит. Потрачена была охрана сфера. Не было маны просто у тролля на ультимейт. Был бы ультимейт от тролля. Было бы все совсем по-другому. С ультимейтом было бы намного легче. Две сто. Утроляю, что он будет себе покупать сейчас. Блингдаггер. Окей. Блингдаггер, мобильность, все дела. Понятно. Тиберсоу купил себе Гост. Иллюзия. Где тут летит ультимейт от аппарата? Попадает только по одному троллю. Зацепил еще там Вайда. Ну и что, две минуты до конца Егиса. Можно сейчас побыковать. Можно сносить Тавр, потому что нету никого просто. Просто никого нету сейчас из команды Хеллбуш. Ну и что, и падает сторона. Сторона Тавр на ботами. На топе Тавра нету ни одной команды. Ну и что, что буду дальше делать? Опять фармить. 23-я минута. 9-8 счет карты в пользу команды Хеллпуш. Напоминаю вам, что 1-0 счет у нас с матча в пользу команды Аспект Инт. Ой, как же быстро заберели только что Бристалбека. Там проходят просто мультикасты. И Бристалбек не выживает. Тем более, когда проходит там Станчик, тролль успевает обойти этого Бристалбека. Просто ему в лицо настрелял. И Бристла нету. Только 30 секунд его еще не будет. Сейчас пойдет иллюзий Войт. Просто всех разогнал. Крипов не увел. Ну ладно, нормально. Забирает еще один Тавр. Я что, буду дальше заходить? Там где-то минутка, кстати, осталась. Пропажи. Айгаса, ну и решает отойти. Можно сейчас в Миддл перетянуться. Миддл, если сейчас снесут, то это будет тоже очень хорошо. Но на Миддл они не идут. Пингуют сейчас, конечно, но не знаю, будут идти или нет. Тролль в любом случае куда-то вообще левой 10-й дорогой пошел. Ну и что, и падает сейчас Тавр. Есть, конечно, Глейф, сейчас его юзают. Влетает ультимейт аппарата. И вакууму сейчас пока добегут все, то уже и не будет этого Тавра. Ну и да, Тавр падает, забирает его Тролль. Вот Ролля сейчас реально нормально все пошло, потому что он забрал, мы видим, два Тавра. А Войт вырвался на первое место по Нетворсу. Войта есть. О, Гарклаб. Будет он, наверное, себе БКБшечку какую-то тарить. Что летит? Что летит к Тимберсоу? К Тимберсоу летит Сулринг. Да, не увидим мы два Чакрама сегодня. Увидим мы только Бладстоун. На Тимберсоу. Но это пока что. Это пока что. Посмотрим, как оно далее пойдет. У него фарм. И насколько затянется эта игра. Или затянется ли она вообще. Поэтому все увидим. Но тем временем, пока фармят, Войта приняли, Войт поставил купол, но стянулись все ребята из команды Хелл Пуш, и Войт умирает от Слардара. Не очень умно в соло врываться. Там не видно ни одного из героев. Ну успел Войт себе купить рецепт на Блейкенбар. Есть у него Гарклав. Ну и нужно только Мифрилхаммер купить. Что там Аэгис? Аэгис уже исчез. Ну и там крошайщику мы видим, ну, минимум 2 минуты. Так, полторы. ПТ покупает себе Винга. Ну уже, точнее, приносит. Есть у него медалька. Тролль заходит, подфармливает. Есть у него тоже Мифрилхаммер. Есть у него Гарклав. Осталось ему совсем, совсем немножко дофармить до того, чтобы у него появился уже Блейкенбар. Ну, только рецепт. 300 золота. Ну и смакуются сейчас в медле ребята из команды Хелл Пуш. Куда будут заходить, на кого. Есть хоста. Ну и стоит, ждут. Ждут, если кто-то выйдет. Идет Винга. Винга идет, стоит центричник. Ну и Вингу спалили. Вингу нарезает. И минус Винга. Слардар забирает себе этот килл. СФ забрал себе хосту. Ну, нормально, спортики немножечко подставляются. Что там летит? Да, летит уже Огр. У БКБ. Там Огр Клап и рецепт на БКБшечку были. Есть БКБ у тролля. Как это повлияет на игру? Мы сейчас увидим. Что нужно следующим айтемом собирать троллю? Заградить Морбит Маску. И потом что-то такое. Ну, не знаю. На ажур есть. Может какой-то там ДПСик. Ему собрать. Бегает сейчас Войт. Вместе с СФом. Формить. Ну, СФ сейчас увидит этого. Ой, точнее. Войт увидит этого СФа. Есть храносфера. Нету, конечно, маны сейчас у тролля. Если бы у тролля была сейчас мана на ультимейт, то... Можно было бы и убить СФа. Войт просто в ожидании. Подрубает Маску Пэдос. Начинает бить. Ну и пошел ультимейт. Ультимейт тролля и минус СФ. Но мы видим. Вот о чем я говорил. Под ультимейтом тролля... Войт просто разрывает. Куполя. Реально. Просто рвет и мечет. Появляется... Мать его. Агоним у аппарата на 28-й минуте. Есть 11-й левел у него. А это значит, что сейчас... Да, начинает лететь... Его из бластики. Есть Рошан. Рошана нужно забирать. Сейчас бы тролль, если бы туда залетел, не будет еще ультимейта 30 секунд. Троллю нужно забирать сейчас Рошана. 11-10. Напоминаю, 11-10. Для тех, кто не видит... Шет карты у нас... В полиции команды Hellpush. Первое место по Networx у тролля. Ну, почти на 2000 он, конечно, отрывается от СФа. Но это неплохо. Это реально неплохо. 2000... Такое. Варт просто не достает пиксель какой-то. Побеговали, что есть Рошан. Ну, и кто сейчас будет на него идти? Стыдит здесь. Вот мы видим. Тренд. Стягивается вся остальная команда Hellpush. Ну, и стягиваются остальные ребята из... Спектинта. Что они ждут? Ну, они думают, что не бьют, наверное, Рошаны. Конечно, там... Смока все такое. Ну, и успели забрать Эйгес. И что сейчас будет? Сейчас будет файт на реке? Или нет? Нет, все отходят просто, но... Стоял тренд. Протектор. Здесь очень хорошо, грамотно сделали. Они сбрели этого дерева, чтобы здесь не мог стать тренд. Серьезно, это реально круто сделали. И сейчас еще и примут Вайда. Мы все знаем, что жизнь. После того, как я просто кого-то хвалю, начинаю сливаться. У Вайда есть Кристаллис почти. Ему осталось только тысяча. Всего лишь 1180 золота дофармить. Всего на всем. Ну, видим, тролль докупил всем доминатор. Загрыдел он свою морбит-масочку. И есть у него 1600. Что он будет себе сейчас ставить? Я видел немало людей, которые просто начинают себе там собирать. Мьонеры разные. Бабочки. Ну, это реально нормально. Можно даже... Я не знаю. SF себе купил уже один ультимейт-орп. Ему еще нужен один. Мы понимаем, что это будет скади. Мейка сейчас SF на хосте. Бьет криповичка. Вот такое. Ничего сейчас нормального. Такого экшуного не происходит. В прошлой карте, конечно, было реально норм. Там были файты 5 на 5. Замесики различные. Ну, и сейчас смотрим. Сейчас может быть именно тот первый файт 5 на 5. На тавере. За тавер. Т2. Бегает тренд. Сейчас может дать хорошие корни. Ой, никуда останов. Корни и купол. Купол. Это ставится купол. Какой хороший. Не дали SF результатиться. SF сейчас убивает. SF нужно убивать. SF убивает. Хорошо. Убить тренда. Тренда убивает. В итоге 3 в 0 пока что идет размен. Убивает еще сейчас и Бристалбека. Бристалбека убивает. И 4 в 0. Уходит аппарат. Аппарат просто ушел. Сейчас нужно очень быстро брить этот тавер. Хотя здесь никто по сути не умрет. У троля есть Аегис. Так что ему не страшно. Сейчас он просто ультимейт подрубит. Они просто снесут вышку. И нужно заходить на хэкграунд. Байбеков ни у кого нету. Байбеков нету. Ультимейт попал только под войны. Там просто зацепило. Когда летел по ФСУ с войду. И нужно бить сейчас этот барак. Ой, барак. Боже. Тавер. А потом бараки переходить. Давайте, ребята. Боже. Это был только что такой замес. Очень шикарный. Реально все было очень круто. И как Войт накрыл там этого СФа. Это тоже было нечто. Но сейчас сберить и отходить. Окей. Смотрим графики. Просто 15 тысяч преимущества по золоту. И 15 тысяч по экспе. Долетит. Не долетает. Немножечко дедальше пустить. Этот АС Бласт. Было бы хорошо. Ну и что. Винга себе покупает форставщик. Нужно только его собрать. Все составляющие вместе. К Войду летит Кристаллис Дай. Ну и покупает он себе Майл Штром. Только Мифрильчик нужно докупить. А что у Троля? У Троля 4400 на руках сейчас. Будет ли это бабочка? Будет ли это какая-то. Я не знаю там. Что можно еще купить на Троля? Мьёльнир. Я не знаю. МКБшечка. Ходит Трент голый. Ходит СФ. Но СФ. Если он сейчас конечно дофармит. А дофармить ему. Ну не очень много осталось. Сейчас если он там баунтируну. Например еще заберет. Но он не хочет рисковать. Такое. 500 золота ему. Грубо говоря осталось. Для полного счастья. Искади. Ну а Войду еще Косарик. Так. У Тимберсу. 12 зарядов на Блудстоуне. Вырисает он просто. Все деревья. Лисоруб Тимберсу. В деле. Ну и что. Второй заход сейчас будет. А Егис еще есть. А. Скади. Точно. Троль себе покупает Скади. Ну почти покупает. В принципе. Он на таком же этапе сейчас. Как и СФ. Золото одинаково. Или. Ой. Нет. Зачем отправлять. Курин. Ну. Да. Он хотел сразу все докупить. Такое. Здесь обосновались. Сейчас ребята. Из команды. Спектринт. Ну и что. Где Троль. Но тоже осталось всего лишь 100 золота. Для того. Чтобы купить Скади. Пропал у него уже Егис. Убили Курьера. Лол. Убили Курьера. Нормально. Нормально. Теперь будет 3 минуты еще Скади. Это точно у СФ? Да. Не лучший ход конечно. Нужно сейчас нести Си Ультимой Тробы. Курой. Потому что уже на все хватает. Лол. Прилетел Курьер. Ну. Летел Курьер. Смотрите. Сейчас что у нас здесь. Ну уходит. Тимберсов. Летел Курьер сюда. Толетел. Потом его отправили сюда. Он закупил. И улетел на базу. Умно. Умно. На Затаскаде у Троля есть. Приняли на топе Тимберсов. И Тимберсов уходит. Просто фуловый. Просто фуловый. Ушел. У него там ультимейты летели. У него там все залетало. Он просто ушел фуловый. Ну. А Винга. Не знаю. Удет или нет. Нет. Винга уйдет тоже. У нее еще. Идвиз здесь очень долго будет. Как же стрёмно сейчас в этой Винге бегать. Потому что одно неправильное движение. Там где-то она спалится. И это все. Так. Идет какие-то провисания у нас в доте. Не знаю. Пинг скачет или что. Ну ладно. Вроде бы все нормально. Ну мы видим. Дергаются немножко персонажи. Хм. Что ж такое. Конечно извиняюсь. Но нужно проверить. Чтобы все было хорошо. Уже не показывается. Лол. Пинг. Тысяча. Тысяча пинг. Ребят. Что заходит на Т2. Влетает здесь. Мы видим Войт. Войт хорошо влетел. Потом если что он ворвется с куполом. Залетает Тролль. У Троля есть Кадди. Ой как он быстро нарезает. БКБшечку подрубает. И что. Минус. Минус. Слардар. Нет. Слардара не убивает. На Слардаре висит Ливенормор. И что. Слардар убьют. Да. Слардар убивает. Тролль дальше не хочет идти. Ну. И нужно снизить сейчас Тауэр. И захотеть дальше. Здесь у Слардара есть Таргетка. Есть у Михаил Хаммер Огер Клаб. Скоро будет БКБшечка. Но. Такое. Трудновато ему. Трудновато. Что делать этому Троллю? Троллят 2-100 на руках. Куда ему дальше пишать? Что ему дальше собирать? Можно конечно Сатаник только собирать сейчас. И это будет хорошее решение. С Сатаником. Ажор там сидел. Конечно уникальные модификаторы атаки. Все. Вот эти вот фигни. К Рошану там еще 2 минуты. Ботом немножечко несется. Ну. Смотрите. Медла нету. Топ. Спушили Тауэр. Рошана пока что нету. Поэтому заходить еще не сильно так рискует. Но смотрим. Сейчас просто отошлись подфермить там. Ну на какие-то наверное байбэки. И будут потом обратно идти. Пушить. Ну подождут. Рошанщика я думаю еще. Рошана полторы минуты осталось. Этит ультимейт. Толгар Макс сейчас попался немножечко на него. Но полторы минуты еще не будет конечно. Рошана за это время можно подфермить там. Эйншентов. Можно еще много чего сделать. И просто на него заходить. Стоит уже Винга. И просто ждет. Просто ждет когда появится этот Рошан. Что. Готовы ребята. Одна минута конечно хороша она остается. Там будет 40-22. Давайте посмотрим сейчас. Реально глянем. Графики. Я не знаю какие они. Но не сильно думаю. Будет трудно. Так. 21 тысяча по золоту. 22 тысячи по экспе. Ого. Если сейчас камбэкнут. Видим график шел. Просто пошел по наклонной. После. Какой? После 19 минуты. Не минутки. Ой боже. Минута. Что. На Рошана. К Рошану тут остается 20 секунд. Ровно 20 секунд осталось К Рошану. И что нужно заходить уже. 10 секунд к Рошану. Будут стягиваться или нет. Бегает только тренд. Все остальные непонятно где. На базе стоит Бристалл вместе с аппаратом. Ну. Забирается Рошан уже. Я не понимаю конечно. Прикола типа. Ну стоит Бристалл с аппаратом. Это просто наверное на постраховке. Ну как и все остальные. Просто отдают Рошан сейчас. Рошана отдают. Забирается сейчас. Кто Эггис. Даже. Ну у Троля нет места на Эггис. Забрать Эггис нужно Тимберу. Ну да. И Сир забрал. Кто Сир забрал. Где Сир? А. Сир забрал Эвенга. Если бы этот Сир. Блин. Даже у Вайда нет места. Летит к нему уже Мьёльнер. Блин. И этот Вайд просто нереально. Он прыгал там постоянно по Нетворсику. Но. Сейчас он держит стабильное второе место. После Троля. И появились у него уже более менее так. Почти все артефакты. Которые ему нужны. Загориди. Там только осталось. Кристальность. И Далус. И все. Тимберсов фармит себе Аканимчик. Да. Все таки мы увидим 2 Чакрама. О да. Обожаю 2 Чакрама. Когда. И тем более Тимберсов. Когда их расконтроливает нормально. Это реально очень красиво. Заходит сейчас Тренд. Такой огромный Волк. Под Блодластом. Курьер летит в лавочку. Что он будет покупать здесь? Ривер. Ну да. Как я и говорил. Сатаник осталось только. Собрать. Ролю. И. Будет 6 слотов. Ну там. В идеале поменять фейзы на Тривала. Так. Мнутся команда что-то. Еще мнутся. Мнутся. Нету никаких здесь вардов. Просветок. Ничего такого. Чтобы спалить Трента. Но. Зато Трент всех палит. Стоит Слордар. Непонятно что. Зачем он стоял. Просто получил себе только что. Минус поллица. И нужно убивать. Добили. Хорошо. Еще и добили Трента. В итоге. Убивает двоих сейчас Тролль. Байбеков нету. Ну и нужно заходить сейчас. Просто заходить. По ботам уйдет Войд. Войд заходит в тупую. И начинает пушить. Есть конечно фортификейшн. Но они его пока что не юзают. Минус Бристалбек. Да. Минус Бристалбек. Но может сейчас умрет конечно Огр. Аппарат тоже там умирает от Троля. Ботом сносится. Войдом. Аппарат убил Огра. Ну от ультимейта он просто умер. И сносится от оп. Стоп. Что? Мега крипы. Где два щекрамчика? Нужно запускать. Раз щекрам. Два щекрам. Никого просто не выпустить сейчас. Просто никого. Сносится ботом. Это мега крипы. И что? Аспектинт. Два ноль. Победа. Реслится сейчас. Слардар. Ну. Я думаю здесь уже. Ничего. Не сделаешь. Слардара просто. Ооо. Просто в тупую Тролль. Заходит. Как же сильно бьет сейчас. Ну это уже конечно. Немножечко лишнее. Но ладно. Ребята решили пофаниться. Тем более у Троля там есть. С Егис. Бэйбэков ни у кого нету. Возрождается только сейчас Бристалбэк. Ну и. Бристалбэк может сейчас еще отъехать. Ну зачем уходить? Есть же Егис. Дерейте. Добей и все. Закончите игру. Изи. Бристалбэк убил Троля. Лол просто на последних секундах. А стоп. У Троля же не было. Ко Егиса. Лол. А кто там в Егисе забрал кстати было. А Егис вот у. Тимперсон. Комбэк. Изи. Ребята бежут. Но в любом случае это 2-0. Да. Для ребят из команды. Аспектинт. И побеждают они. Проходят они в следующий у нас этап. Завтра они встретятся с победителем следующего матча. Ну и ладно. Так. Аспектинт побеждают. Мы их поздравляем с этой победой. Сейчас у нас идет музыкальная пауза. И мы врываемся на второй матч. На второй матч между командами. Сейчас я скажу. Команды у нас будут дальше играть. Будут играть у нас Play5 против Baron Amp. Окей. Ну что же. Поздравляем еще раз ребят. И отправляемся на паузу.